Подзаголовок. Тетя Дора и тетя Сара Беленькая. Тетя Дора и тетя Сара дожить до старости. Тетя Сара Беленькая была мягким и тихим человеком. Работала она инженером-строителем, на моей памяти, в АС Госпромпроекте. Замужем она не была и детей не оставила. Умерла она, кажется, в 80-м году. Дора Исаевна, тетя Дора, или Дорочка, как ее называли в нашей семье, напротив, была человеком невероятно ярким, романтически восторженным и активно добрым. У нее было два образования – музыка и химия, и в этих двух областях она работала всю свою жизнь. Я застал ее уже в пожилом возрасте. Будучи на пенсии, она давала детям уроки фортепиано на дому. Своих учеников она не просто любила, а, как она говорила, обожала, влюблялась в них и возбужденно делилась с нами, этой чудесной девочкой, которую ей вчера привели. Правда, какая-то неаккуратность со стороны родителей часто опрокидывала эту башню восхищения, и с той же эмоциональностью, с какой раньше хвалила, она теперь возмущалась. Повторялось все это довольно регулярно, и все знали заранее этот сюжет. Тем не менее, гнев тоже быстро проходил, и бывшие ученики ее помнили и любили, а она любила их. Меня она репетировала по фортепиано, когда мне было пять, а когда в пятнадцать я стал подтягиваться в учебе, помогала по физике. Денег она не брала по-родственному. Тетя Дора была, пожалуй, единственным во всей нашей родне человеком партии, причем была убежденной коммунисткой. На эти темы с ней старались не говорить. Впрочем, на моей памяти она совсем не интересовалась политикой, и тема коммунизма почти не возникала в разговорах.